С «Кристалом» тоже вы это очень приятно слышите. Да, нет, ну вот, мне просто интересно, мы в левом береге хватили полность. С «Кристалом» так скажем, я не буду этого. Буду показывать танцы, да. Но мы там немножко, как сказать, мы не доработаем еще. Мы не доработаем именно с теми, кто принимает решения. Да, понятно. Ну, есть моменты, где мы идем просто непроходной. Вот у нас стройка идет, попадаем вот в непроходной дом, вот так называемый. Ну, вот никак еще. Понятно. Так что я-то уповаю на то, что все-таки, а вот эти вещи как-то... Наш президент сказал, что тогда должен быть доступен каждому гражданину России. Я уповаю, чтобы это вышло на законодательном уровне, тогда нам будет полегче, конечно. Да сейчас, пока мы работаем с населением, работаем с управляющими компаниями, но это, наверное, другая тема, тем и не сегодняшний разговор. Но, тем не менее, если это интересно, я готов рассказать, потому что для нас, с другой стороны, оно вроде как и не новое направление. Смарт, может? Ну, много нового мы там открываем, в частности, как работать с людьми, иметь следующее, управляющие, шницей и так далее. Вот. Как вести себя на рынке, сколько полностного доступа, поскольку мы, ну, не секрет, что мы заходим к этим. В последний. Тем не менее активная база растет, стройка уйдет, в этом году мы построили около 900 домов, мы заняли на 10% уже нашего 5 плюс застройки. То есть это очереди даже и выше. Ну у нас 3000 домов. Три с половиной, да, то есть мы уже почти треть задерживаем. Да, мы уже почти треть. Ну 30% мы выступим. А 10% вот у нас кто-то сказал. А, вот. Это 300. Кто выступил? А, на совещании, вот недавно было совещание у заму главы администрации, и мне Денис озвучил цифру, что по результатам их опроса в администрации города мы уже занимаем чуть ли не 10% пользователей. Это может быть. Ну, тоже. Это интересная цифра. Это смелая цифра, да, я сказал. Смелая. Очень смелая цифра, поскольку мы-то здесь на земле-то были соседнем. С учетом еще и вот этих вот модемов. Может быть, может быть, да. Потому что нет, вот 10-й год он был для нас просто показателем, мощным по развитию действительно 3G и по продам и по использованию моделей. Особенно, как сказалось, вот на области, на сочной области, в городе мы сегодня, значит, нам удалось несколько по улучшить технические характеристики сетей. Я сейчас сам уже замечаю, я уже соборно трежурую меня все чаще и чаще. А все равно перерывы есть. Нет, перерывы есть. А мы, я же еще раз повторюсь, мы не делаем конкурового покрытия. Мы еще не закончили. Да, и тем более, что мы еще не закончили. Вообще-то в идеале, ну не то, что в идеале, а вообще стремление такое, 2G плюс 3G везде. Ну да. Где есть, да, покрытийные сайты. А как вообще 4G? Скоростные сайты, которые... Ну, 4G тут зависит не только от нас, к сожалению. Тут еще как минимум лицензию получить надо. Там несколько лицензий, по 4G, то есть это идет уже 1,5 или 2 года, да, выделение частоты. Вроде кому-то там выделили частоты, а выделили тем компаниям, которые вообще ничего не делают. Телефон выделили, да? Телефон выделили. Ну вот, я же не буду о конкурентах или... Но ЙОТа вообще покрывает, что там Москва, Питер, по-моему, да, и Уфа. Ну вот про ЙОТу, да, про ЙОТу я вот услышал, значит, полтора года назад, что вот-вот в Омске. В Омске, да, они обещают спуститься в полтора. Даже назвали мне, значит, подрядчика, кто будет строить. Потом была идея, что кто-то будет строить вышки, потом их сдавать в аренду под ЙОТу. Вот, ну, о чем только они говорили, ну, сегодня ЙОТа нет. А по 4G этот вопрос в регуляторе завис, завис настолько, что, ну, вот, сегодня вообще никаких шагов нет. Кто будет строить, и будет ли строить, и в каком стандарте будет 4G у нас. То есть вот это вообще не понятно. Так что мы используем то, что есть. И стараемся использовать максимально. Вот. Мы расширяем постоянно каналы, как магистральные каналы до центра. Я имею в виду, вот мы сейчас будем в скором времени уже обсуждать и презентовать IPTV. Вот, по ШПГ, значит, мы как магистраль расширяем, чем существенно расширяем магистраль. Вот. Недавно мы вот под 3G, мы практически утроили каналы на Новосибирске. Вот. И что отрадно, то, что буквально за сутки, значит, трафик уже почти под полочкой опять. То есть какая там расширяется. То есть народ успеет, народ бьет. Как только скорость появилась, все сразу побежали. Народу не хватает. Не хватает, конечно. Поэтому, нет, здесь у нас есть перспектива. У нас сегодня в стадии завершения приемка магистральной сети Урал-СИП, оптоволокна. Вот. Это уже будет, собственно, оптоволокно, где у нас практически неограничные возможности будет алгоритм региона трафик начать. Вот. То есть здесь у нас хорошие такие резервы есть. Мы будем их использовать, естественно. Вот. И этот год у нас, я не думаю, во всяком случае, вот по трафику, по объему оказываемых услуг в 3G, я думаю, мы как минимум будем вводить. Ну, вот я уже показывал, то есть 8 раз уже вырастают. А 8 раз где-то в Сибири или в Омске? В Омске. 8 раз отеих в Омске. То есть мы, кроме количества базовостанций, там все цифры Омске. По количеству базовостанций по Омске просто я не могу информацию различить. В целом по Сибири. А вот сейчас новая фишка. Сейчас все аналитики говорят о том, что при росте трафика вообще в 3G сетях не происходит какое-то, скажем так, равномерное увеличение доходности. Трафик-то растет, а доходность-то не растет. Ну, аналитики, скажем так, лукавят. То есть, прям, чтобы совсем не растет, мы не скажем, но, естественно, рост не один. Не проморционально. Естественно. Но тут как бы все очень просто. Если мы ввели безлимит, да, вот ты сам говорил, больше не 7 гигабайт. То есть человек за те же деньги качает в разы больше. Увеличивать скорость, он начнет качать еще больше. А денег он платит столько же. Это логично. Но с другой стороны, как бы, есть такой еще эффект, что если у тебя 30 кг в секунду, ты в принципе не будешь подключаться. А так ты придешь и все равно купишь, да, и будешь там хотя бы какие-то деньги платить. То есть в любом случае идет рост за счет числа абонентов. То есть наблюдаем, что объем услуг возрастает, вот, а цена за выступление. Нет, ну, тяжелеет контент. Однозначно. Тяжелеет, тяжелеет, тяжелеет в каждой секунде. То есть, естественно, и требуется больше скорости, и требуется больше объема, и большая способность. А доход не увеличивается. Ну, он не увеличивается, скажем так, на абонентов. Но количество абонентов, то есть если у нас, да, люди видят, что у нас стало нормальным, то у нас стало дешево. Да, если у нас сангировано, то у нас все равно с грамм плашовоза романяешься. Если бы у нас вышли, что не вставали, то мы бы не строили таком количестве базовой станции. Ну, смысла просто нет. Правильно, скажи. Ну, на самом деле у конкурентов за тот же абонент трафика больше. Ну, да, там порядка 90.